Эти съемки были сделаны 6 июня 2008 года. В поселке Шексна торжественно открыли ледовую арену «Каскад». Ее стоимость – более 120 миллионов рублей. Стройка финансировалась из трех бюджетов – федерального, областного и районного. На открытие ледово приехали высокопоставленные гости – Рашид Нургалеев, Вячеслав Фетисов, Сергей Шойгу. Именно они первыми и опробовали лед. Министр внутренних дел Рашид Нургалеев даже получил небольшую травму в ледовом поединке. Сегодня «Каскад» выглядит совсем по-другому. Купол вместе с тоннами снега лежит прямо на арене. Избежать жертв удалось только потому, что на стенах спортивного сооружения установлены специальные ограничители. Именно они замедлили процесс падения. На момент разрыва купола на ледовой арене тренировались фигуристы, юные фигуристы. Но среагировали очень быстро, детей эвакуировали грамотно, никто не пострадал, жертв никаких нет. Купол опустился в течение 10 минут. Работники «Арины» не скрывают дети, что были на льду во время ЧП, получили психологическую травму. Приходить сюда сейчас юным спортсменам нет смысла. «Арина» для тренировок непригодна. Само здание сделано по российскому проекту, крыша по американскому стандарту и представляет собой гибкий пластик. Если говорить более точно, купол этого здания сделан из двух слоев пластика. Между ними воздушная прослойка. С одной стороны на нее воздействовал холод, с другой – относительное тепло на арене плюс 14. В итоге снег, который скопился на крыше, превратился в лед и прорезал часть купола. Он не рассчитан на такую массу. Чистить пластиковую крышу тоже нельзя. Накануне аналогичные ЧП произошли сразу в двух населенных пунктах страны. В 9 утра в городе Липецк и около 15 часов в поселке Шексна. Между тем, это далеко не первое происшествие такого масштаба. Два года назад в городе Борни, Жегородской области, произошло нечто подобное. Между тем, в России сейчас около 150 зданий, построенных именно по этой технологии. В Шексне монтировала купол американского образца «Московская компания». Ее специалисты уже озвучили – ремонт будет стоить примерно 380 тысяч рублей. Гарантий на эксплуатацию купола в 2008-м получено не было. Они обещают в четверг приехать и начать работы по устранению дыры этой на куполе, зашить или заклеить ее, по новой надуть купол, установить. Ремонт займет примерно две недели. Между тем, предпраздничные планы у администрации дворца были грандиозными. Теперь о них придется забыть, в том числе и об учебно-тренировочных сборах российского масштаба. Их тоже отменили. После ремонта занятия возобновятся. Впереди много соревнований и целая зима. Вот только гарантий на отремонтированный купол строители вновь не дадут.